Сегодня исполнилось бы 65 лет. Генерал-майору Канамату Баташеву он героически погиб в ходе СВО, прикрывая с воздуха отход группы российских военнослужащих, попавших под обстрел неонацистов под попасной ЛНР. Посмертно Канамату Баташеву было присвоено звание Героя России. Всего два дня отделяют день рождения Канамата Баташева от дня его героической гибели. О герои и его подвиге. Мадина Кракетова. Канамат Баташев родился в ауле Нижняя Тиберда, был третьим ребенком в большой семье Хусея и Люазы Баташевых. Среди сверстников его отличала любознательность, стремление учиться и завтра быть лучше, чем сегодня. Нередко поступал совсем по-взрослому. Все, кто знает Канамата Баташева, говорят также о его безудержной смелости. Он с самого детства не умел отступать перед опасностью. Когда я его знал, хорошо знал. Он в детстве тоже такой же был, порядочный, честный, безотказный. Всегда мог прийти на помощь. Даже про его смелость и отвагу можно двумя словами сказать. Он бурную реку горную, Тиберда. Когда падка и период, она уровень критический был уровень. Переплывал туда и обратно. Когда был еще школьником. Таких трюков было множество. Нет, это не было неким безумством смельчака. Это была подготовка к военной службе, тренировка тела и силы духа. Канамат с детства мечтал о службе в морском флоте и упорно шел к этой своей мечте со школьной скамьи. Когда он, закончив похвальный грамот с отличием школы, имея разряды по спорту, поехал поступать в мореходное училище, высшее военно-мореходное, Нахимовское. Это самое престижное в то время, в советское время было училище. И ему не хватило буквально нескольких баллов, чтобы пройти конкурс, потому что на одно место было 12 человек. Но он не сломался, не сдался. Когда я с ним разговаривал, он мне сказал так. Я все равно поступлю, не сейчас, а через год. И поступив в мореходную школу годичную, готовили техников для гражданского флота, закончив его, с отличием, уже без конкурса поступил в высшее военное училище. В письме отцу Канамат Восторженный сообщил, что отныне он курсант Ейского высшего военного авиационного училища летчиков имени Комарова. А в ответном письме отец писал, что он может быть кем угодно, но он должен быть лучшим. Карьера Канамата Баташева была стремительной. Он дослужился до звания генерал-майора. Звание генерала, хоть и было заветным, но закрывало небо для Канамата Баташева. Он мог сесть за штурвал только по особому распоряжению. В 2012 году Канамат Баташев, нарушив устав, все же сел за штурвал на учениях в Карелии. Это стало его роковой ошибкой. Сушка разбилась, а Канамат был осужден на 4 года условно и на 5 миллионов, которые он исправно выплачивал государству, будучи уже на пенсии. Но в числе первых откликнулся на зов Родины, когда была объявлена специальная военная операция на Украине. Ему уже было 62 года, когда он снова сел за штурвал Су-25. Он успешно выполнял задачи по поражению назначенных целей, поставленные командованием. Своей дерзостью шокировал противника. Выезжая на задание, выполнив это задание, когда возвращался с задания, он между пятиэтажными домами вылетал по той простой причине, чтобы не попасть под обстрел под радаром. И много случаев таких у него было. Друзья его шутили даже. Канамат даже на красный свет светофора пролетит. Но вылет, совершенный 22 мая 2022 года, стал для генерала-майора Баташева последним. Он уже возвращался с задания, когда получил сигнал о помощи. Группа российских военных подпопасно и попала в окружение. Канамат Баташев не раздумывал, направляя свой штурмовик на неонацистов. Он знал о наличии ПВО и о возможных для себя последствиях. В интервью одному из федеральных изданий на вопрос корреспондента, что такое Родина, Канамат Баташев ответил, что это то место, куда обязательно нужно вернуться. Он вернулся, но уже навсегда. Родина высоко оценила подвиг генерала-майора Канамата Баташева. Посмертно ему было присвоено звание Герой России. Своим поступком Канамат Баташев еще раз доказал свою безграничную преданность России.